Дорогие друзья, психология состояний – это та область психологии, которая интенсивно развивается в настоящее время, я бы сказал, актуальность, которая чрезвычайна в силу того, что мы каждые единицы времени всегда находимся в каком-то состоянии. Тревога, может быть, докладчика лектора перед лекцией, это может быть радость от того, что получил какую-то высокую оценку на экзамене, это может быть страх чего-то, может быть, наконец, состояние влюбленности, сон – это тоже состояние, и так далее, есть измененное состояние сознания, и вот это направление психологии интенсивно развивается. Я почему говорю, что состояние – это сложное явление психическое, оно находится между процессами психическими и свойствами психическими, процессы, как мы знаем, когнитивные процессы, мотивационные, эмоциональные процессы, а свойства – это характер, темперамент, способности и так далее. Вот между ними находится состояние. Сложно изучать методологию, которая относится к процессам, не подходит к состояниям, а методология изучения свойств тоже не подходит к состояниям, поэтому требуется какая-то своя особая методология, свои методы, и отсюда сложность, потому что явления очень изменчивы, и могут быть очень кратковременные состояния, могут быть длительные. Одним словом, это область, которая чрезвычайно сложна, но и также чрезвычайно интересна, потому что здесь очень многое можно сделать. Вот в Казанском университете это направление интенсивно развивается, прежде всего на кафедре общей психологии, которую я возглавляю уже энное количество лет, но и не только на кафедре общей психологии. История развития психологии состояния в Казанском университете достаточно богата. Прежде всего она связана с работами Бехтерева, который впервые в Казанском университете организовал психологическую лабораторию, психофизиологически, правильно сказать. И помимо исследования нервных путей, проводимости, скажем, организации мозга, он исследовал еще и состояние утомления, прежде всего, состояние сосредоточенности, внимания и так далее, и так далее. Очень интересное его замечание, написанное лет сто назад. Он писал, что учителя, наши учителя, преподающие в гимназии, утомляются, нагрузка чрезмерная. Сейчас то же самое, ничего не изменилось, как было сто лет с лишним назад и сейчас. В советский период в Казанском университете была лаборатория индивидуальных различий. Руководил ее профессор Писахов. Я, кстати говоря, тоже в этой лаборатории работал. Сначала младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником. Мы исследовали состояние, функциональное состояние студентов, преподавателей, спортсменов. Это было очень интересно. Выезжали на различные конференции, изготовляли аппаратуру, кстати говоря, аппаратуру для психофизиологических исследований. Причем некоторые аппараты, вот был такой у нас создан нейрохронометр, который даже завоевал медаль на ВДНХ. Понимаете, это очень солидная аппаратура для исследований таких психофизиологических процессов и нейрофизиологических. В настоящее время чем занимаются наши казанские исследователи? Я бы сказал, что это три направления. Исследование состояния как психического явления, то есть феноменологии, состава, структуры, функции, динамики и так далее. Второе – это исследование взаимосвязи состояний с структурами сознания, прежде всего с ментальными, исследование ментальных репрезентаций, связи со смысловыми структурами, переживаниями, рефлексией и так далее. Очень много работ у нас в этой области сейчас уже накопилось, и есть, я бы сказал, очень достойные результаты, которые проливают свет на многие какие-то такие неизвестные области взаимоотношений, состояний сознания. И, наконец, исследование саморегуляции. Саморегуляции состояния, потому что если ты занимаешься состояниями, то невольно возникает вопрос, а как же их регулировать, что с ними делать? Понимаете? И вот здесь, в этой области тоже мы работаем. Исходный посыл, с чего мы, собственно говоря, начинаем, это то, что актуализация состояния зависит от отношений между ситуацией и событием, в котором находится субъект, его субъект наличными свойствами или качествами, там, характер человека, например, способности, свойства темперамента и структуры сознания, взаимоотношений трех составляющих в социальной предметной среде и обусловливает возникновение того или иного состояния. Понимаете? Изменилась ситуация – состояние поменялось. Личность выросла, будем так говорить, из какой-то незрелости – состояние поменялось. Смыслы поменялись ситуации – состояние изменилось. Социальная среда изменилась, в которой ты находишься, состояние изменяется. То есть вот эти четыре основные переменные, в глобальном плане, так сказать, они и влияют на возникновение психического состояния, его актуализацию. Ну вот выделены три типа динамических изменений состояния. Это динамик одного состояния. Состояние возникло, скажем, радость, достигло апогеи и исчезло. Страх возник, достиг апогеи и исчез. Влюбленность, наконец, возникла, достигла вершины, тоже может исчезнуть. Или перейти в долгое чувство, например. Дальше, это может быть динамика перехода из состояния в состояние. Это совершенно иные процессуальные особенности состояния. И, наконец, это глубина переживаемого состояния. Ну, например, испуг – это поверхностное состояние, а, скажем, страх глубокий – это уже другое состояние. Или, например, скажем, ну, плохое настроение – это одно состояние, а депрессия – другое совершенно, по глубине состояния и так далее. Вот достижениями в области изучения состояния как явления мы считаем, что является понимание функций состояний. И нами фактически выделены три группы состояния. Это так называемые оперативные состояния, или уровень оперативных состояний, уровень текущих состояний и уровень длительных состояний. Оперативные состояния – они ситуативные, и они связаны с актуальным временем здесь и сейчас. Это очень кратковременные состояния, например, испуг, гнев, скажем, решимость и так далее. Задача этих, как бы, функция основная этих состояний – то, что они связывают все характеристики субъекта в единое целое, и человек демонстрирует какую-то реакцию, например, отпрыгивать от наезжающего автомобиля, например. Уровень текущих состояний – это более длительные состояния, где совокупность ситуаций образует деятельность, эти состояния могут сопровождать, длиться достаточно долго, например, час, день – эти состояния могут длиться. Например, заинтересованность во время лекции, она может очень долго длиться, понимаете, или вообще заинтересованность вообще учебным процессом, скажем, день такой очень интересный прошел, понимаете, длительное состояние, то есть текущее состояние – это состояние заинтересованности, может быть, спокойствия, увлеченности, И, наконец, состояние длительное. Совокупность деятельности образует образ жизни человека. Эти состояния, которые протекают очень длительно, длятся неделями, годами бывают. Даже категории можно назвать так состояние свойства. Например, психическое выгорание. Как правило, прогноз в плане психического выгорания, состояние негативное, что человек выгорел в профессии, он уже не может в ней иметь какие-то высокие достижения. Вот это такое состояние. Это может быть, скажем, хроническое утомление человека, скажем. Это может быть депрессия. Вот такие состояния свойства. Их очень трудно с ними регулировать в силу того, что там присутствуют личностные компоненты, структуры личностные. И поэтому состояние свойства достаточно сложное такое явление. Ну и вот нами показано в этих исследованиях функции состояния в психическом целом, что состояние выполняет целый ряд таких базовых функций. Это интегративная функция, которая в состоянии объединяет в единое целое процессы, свойства, вегетативные характеристики, поведенческие характеристики. Это развивающая функция, повторяющаяся изо дня в день состояние, постоянно приводит к тому, что формируется определенное качество личности. Иначе мы не поймем, откуда возникают черты характера или свойства человека. Вот это очень важно, считаю. Ну и, наконец, помимо таких базовых функций, могут быть, скажем, функции отдельного состояния. Например, тревогу выполнять антиципирующую функцию. То есть, если я испытываю тревогу, потому что ожидаю, что что-то может произойти негативное, и мое ожидание такое, что да, я могу не сдать экзамен, например, тревожусь. Вот, и так далее. Как влияет состояние на процессы когнитивные? Вот у нас исследование было, например, я привожу пример, исследование школьников, семиклассников, как влияет состояние на оперативную память школьников. Ну, это оказалось, что есть состояние, которое является фоновыми. То есть, они весь процесс развертывания вот этой вот памяти, мимический процесс проходит на каком-то фоне, скажем. Это может быть и апатия, например, и спокойствие. Вот. Есть состояние, которое запускает эти оперативные, скажем, оперативную память, или как ее сейчас называют, рабочую память. Есть состояние, которое работает на апогее, и есть состояние, которое приводит к тому, что процесс ухудшается или снижается, например, связанно с утомлением. И получается так, что все наши когнитивные процессы, да вообще все процессы, они как бы апплицированы состояниями. И вот на фоне состояния разворачивается процесс. Представьте себе, что если школьник, скажем, занимается на фоне заинтересованности, какая может быть динамика когнитивных процессов, какой может быть результат высокий у школьника. Или же представьте себе школьник, который, ну, скажем, апатичен, переживает состояние апатии, ему неинтересно и скучно, продуктивность снижается. И поэтому на выходе, например, скажем, после 10-11 лет обучения, мы видим, что при одном и том же преподавании, если убрать все остальное, получается, они имеют высокий уровень, другие низкий уровень. Потому что состояние, которое переживал школьник, это не состояние творческого подъема, а наоборот, к сожалению. Ну, что касается исследования отношений между структурами сознания и состояниями, то, чем мы занимаемся последние 7-8 лет, может, даже 10. Вот я в качестве иллюстрации предлагаю порассмотреть отношения между смысловыми структурами, которые, в общем-то, представляют собой очень важное звено, важной структурой сознания человека, который имеет целый ряд составляющих этой мотивы. Это, собственно говоря, диспозиции, смысловые конструкты, личностные смыслы и состояние. Причем каждый целостно влияет в смысловые структуры на состояние. Ну и каждый по отдельности тоже влияет на состояние. Очень интересно. Причем это влияние обосредуется ситуацией, в которой находится человек. Это влияние обосредуется культурой, вот, скажем, культуральными особенностями того или иного общества и образом жизни. Все это обосредуется, преломляется. Причем надо сказать, что смысловые структуры всегда влияют, всегда влияют на состояние. Но и состояние, в свою очередь, влияет также на смысловые структуры. Но влияние состояния на смысловые структуры связано с тем, что ситуация, в которой находится субъект, влияние сильнее, если ситуация, она так и негативный характер имеет, и слабее, если она позитивный характер имеет. Ну, например, происходит перестройка состояния в результате свадьбы. Свадьба меняет состояние, потому что смыслы совершенно иные отношения, скажем, которые возникают в связи с этим. А сами смысловые структуры меняются, когда состояние чрезвычайно, скажем, тяжелое, затяжное, негативно окрашенное. Понимаете, так сказать. Это особенно связано с неравновесными состояниями человека. В качестве иллюстрации такая модель отношений. Другая модель, она связана с тем, что с механизмами, с семантическими механизмами саморегуляции состояния. Мы можем теоретически, сколько угодно, долго находиться в состоянии одного знака, например. То есть положительными состояниями. Можно из радости перетекать счастье, из счастья удовлетворенность, удовольствие и так далее. Дело в том, что, оказывается, в семантических пространствах есть операнты, помимо ядра, операнты, которые являются сквозными, как бы, одного состояния другого. То есть в одном и том же, в разных состояниях являются одинаковые, есть и одинаковые операнты. То есть слова. И мы непроизвольно или преднамеренно как бы нажимаем на эти клавиши, и мы можем сколь угодно долго находиться в том или ином состоянии. Ну, или это знак этого состояния. Это может быть как позитивное состояние, так и негативное. Есть люди, когда хронически имеют негативное состояние, все время как бы пребывают. Есть люди, которые все время пребывают как бы в состоянии достаточно позитивное. И очень, что интересно и любопытно, что переход из положительного окрашенного состояния в отрицательное окрашенное состояние, оно тоже имеет очень любопытные особенности. Связано с антонимами, во-первых, это раз. И во-вторых, оказывается, в каждом положительном состоянии эти элементы или операнты отрицательных состояний. И поэтому бывает так, скажем, человек идет, идет, ему все комфортно, вдруг раз, стало как-то не очень душевно хорошо, понимаете. Состояние изменилось, стало более негативным. Или бывает очень состояние какое-то плохое, скажем, но какое-то отрицательное состояние, вдруг раз, и стало хорошо. Неожиданно, непонятно почему, раз, раз, понимаете. Вот этот как раз механизм лежит в основе переходов. И опытные, я бы сказал, психологи, занимающиеся терапией, скажем, консультированием, они используют эти механизмы непроизвольно очень часто, понимаете. Непроизвольно для того, чтобы регулировать состояние. Конечно, это, вот эти исследования таких механизмов могут являться основой определенных технологий. Технологий, которые нуждаются вот так вот. То есть технологий, которые должны быть разработаны на основании вот этих вот особенностей регуляции. Ну, да, сама модель, которая нами разработана, саморегуляция состояний, она представляет собой вот такие вот отношения между различными характеристиками личности, действиями субъекта, которые осуществляются в социальной среде, ну, и имеют особенность в связи с переходными процессами. Мы всегда имеем перед собой какую-то цель, связанную с тем, что хотелось бы, чтобы было какое-то вот такое состояние, понимаете. Но его достичь сразу не всегда удается. Достигаешь это состояние через цепь переходных состояний. Вот PS4 – это состояние желаемое, например. Я совершаю действия, которые приводят к состоянию второму. Оно не устраивает меня. Совершать другие действия, перехожу к третьему состоянию, и, наконец, совершаю какие-то действия, благодаря которым мы пришли к четвертому состоянию, желаемому состоянию. Поэтому у нас есть образ актуального состояния и желаемого состояния. Благодаря обратной связи мы всегда можем понять, какое состояние, к какому состоянию мы пришли. И надо ли какие-то действия предпринять в этой связи, понимаете. Это очень важно. И в этих механизмах участвуют рефлексивные процессы. Мы опираемся на черты характера человека, то есть на характер человека, на его способность, на его темперамент. Это дает возможность управлять и регулировать свои собственные состояния. Понятно, что это происходит в определенном временном диапазоне и в определенной социальной среде. Скажем, например, студенты по-своему управляют состояниями, есть различия, чем преподаватели, может быть. Есть общие, есть особенные. И у каждого человека имеют свои наработанные механизмы, позволяющие переходить из одного состояния в другое. Это может происходить очень быстро, а может медленно. Бывает целый день человек мучается для того, чтобы достичь желаемого состояния, а бывает достаточно быстро. Это связано с его личностными особенностями и моделями, образами, скажем, желаемого состояния. Наши исследования, кстати говоря, образа в состоянии показывают, что эти образы достаточно стабильны и консервативны, малоизменчивы даже под воздействием. Поэтому, переходя в новое состояние, то есть желаемое состояние, мы всегда приходим к тому образу, который уже имеется в нашей памяти, в нашем субъективном опыте. Вопрос в том, как перейти туда. Это очень интересно, очень интересно. Поэтому, так сказать, овладение определенными способами саморегуляции позволяет достаточно быстро достичь желаемого состояния. Я вам хочу сказать, что мы проводили исследование, когда одна группа испытуемых, ей предлагалось образ желаемого состояния очень четко описать детально, а другая группа просто вообще желаемого состояния. Те, которые четко описывали желаемого состояния, которые, скажем, которые они хотели, они быстро к нему приходили. А те, которые не могли его описать, ну вообще аморфное какое-то состояние, они в течение даже месяца не могли его достичь. Поэтому образ желаемого состояния, модель этого, который есть в нашем сознании, не модель, а образ, он, конечно, является очень важным в регуляторном процессе. И он закрепляется, формируется в процессе жизнедеятельности человека. Вот. Очень важный момент понимания вот этой саморегуляции – это понимание ситуаций психологам. Какая ситуация – обратимая или необратимая? Обратимая ситуация – это то, в которой ты можешь вернуться еще раз. Скажем, ты обидел человека, испытываешь состояние, скажем, чувство вины, виноватость. Вот. Ты можешь вернуться к этой ситуации, попросить извинения, например, или каким-то образом инициировать, чтобы тебе, перед тобой, извинились. Понимаете? То есть это обратимая ситуация. И здесь совершенно определенные способы, с помощью которых ты можешь эту ситуацию изменить. Но есть ситуации необратимые. Это потеря близкого человека, это различные травмы, которые возникают у человека. Понимаете? Когда, ну, скажем, производственная травма тяжелейшая, когда человек стал инвалидом. Или были потери близкого человека, любимого человека, и там, уход из жизни, скажем, кого-то из родных. Понимаете? Это такая очень тяжелая ситуация. Она необратимая. Нельзя вернуться назад и что-то изменить. Понимаете? И здесь совершенно другие механизмы работают. Они интеллектуализированные, я бы сказал так, вот эти процессы регуляции. И важнейший из них, важнейший процесс в этом – это обобщение. В результате переработки, принятия, переработки такой ситуации, вот, включаются механизмы обобщения. И новые смыслы, которые образуются, новые знания, приводят к тому, что человек выходит из этой ямы таких переживаний. Особенно обобщение важное. Если ты умеешь обобщить, то ты, как правило, можешь быстрее выйти из такой ситуации. Вот в качестве примера мы исследовали более 150 человек, лиц, которые пережили такую необратимую ситуацию. И на основании их высказываний мы, вот, была создана такая вот, удалось создать такой график, показывающий, что вот, как это переживается. Ну, вот это высокий, низкий – это интенсивность переживаемого состояния, а среднее – это обычное повседневное состояние этого человека. В начале, когда человеку узнаешь, что что-то случилось, что-то с ним происходит, до 7 дней состояние имеет высокий уровень напряжения, так сказать, вот это, высокий уровень интенсивности. Это состояние неравновесное. Примерно человек говорит, как же так, почему это со мной или с моими родными случилось, там что-то такое. А потом он переходит к пучину очень глубоких, тяжелых переживаний. Вот это состояние низкого энергетического уровня, безысходности, скажем, так сказать, вот, тяжелейшей апатии, депрессии. Оно длится до трех, в среднем три месяца. И человек выходит из ямы вот таких вот переживаний тяжелейших, только тогда, когда он обобщает и приходит к какому-то новому знанию, понимаете. Это знания, может быть, какие-то, все знания уже известны в мире, это для него новые знания, понимаете. И он начинает постепенно выбираться из этой ямы, из этой ямы тяжелых переживаний. То есть, понимает, как с этим жить и что дальше делать. И понятно, что человек до такой ситуации, после человека, человек до травмы, скажем, после такой травмы, и совершенно два разных человека, последний, последний случай, он становится более мудрым, более понимающим, более знающим. Фактически, люди, которые очень много переживают и обобщают, можно сказать, что они мудрые люди, потому что ум, помноженный на опыт, это фактически есть мудрость человека, понимаете. Очень важно это понимать, вот эту модель, понимаете. Поэтому я бы так сказал, что отрицательное состояние плохо, но отрицательное состояние заставляет нас думать. Благодаря отрицательным состояниям мы начинаем размышлять. И благодаря отрицательным состояниям мы происходят обобщение. Поэтому философы, как правило, хмурые, веселых не бывает, так сказать. И психологи не ходят такие уж совсем радостные, размышляющие. Шутка, конечно, но в целом здесь что-то такое и есть, я бы сказал. Вот эта модель таких процессов, очень важных, неравновесных. Ну, все по-разному проходят. Некоторые годами находятся в таком состоянии, некоторые быстрее. Это связано с сформированностью личностных качеств и, скажем, отношения между эмоциональностью и рациональностью. Чем более ты эмоциональный, тем длительный этот процесс. Чем более рациональнее, логичный, тем короче он, понимаете, так сказать, процесс. Ну и достаточно, так сказать. Это немного то, что я хотел рассказать. Ну и, в общем-то, много достаточно сделано нами в этом плане. Можно задать любые вопросы, касающиеся состояния, не только. Какие на данный момент существуют эффективные техники саморегуляции? Да, вопрос, конечно, интересный, как говорится. Есть простые техники саморегуляции. Какие современные? Современные, они все современные, понимаете. Есть простые техники саморегуляции. Есть сложные техники саморегуляции. Вот я только что, у меня вышла книга, инновационные методы саморегуляции, регуляция, она толщиной где-то 360 страниц. Вот, я вам могу, там, там 360 страниц про то, как регулировать свое состояние, понимаете, так сказать. Вот, и начиная от повседневной, как бы с утра просыпаешься, заканчивая днем, то себе ночью, понимаете. И вот, и с утра, как ты себя вводишь в состояние оптимальное, в течение дня, как, так сказать, как нужно реагировать на различные, так сказать, экстремальные ситуации в течение дня, и как вечером хорошо заснуть и видеть хорошие цветные сны. Там все про это написано, понимаете. Начиная от сложнейших методов, связанных, скажем, с изменением состояния, научению, кончая оперативными методами. Я вас с этой книгой познакомлю, можешь почитать, да, специально. А как называется книга ваша? «Инновационные методы саморегуляции». Хорошо, спасибо большое. Да. Меня, как студента третьего курса, интересует следующее. Вот, как бы нам весьма сложно, но в частности мне, определиться с какой-то своей одной сферой психологии. Потому что интересно все и сразу. Вот интригует следующий вопрос. Как вы вот пришли к тому, что вот начали заниматься психологией состояния? Как, может быть, какая-то история или что-то вдохновило вас? Честно говоря, я сам себе такой вопрос иногда задаю. Как я вот начал заниматься этой проблемой? Предполагаю, что это было связано с тем, что в прошлой жизни я был профессиональный спортсмен, понимаете, и занимался тяжелой атлетикой, мастер спорта, пожар, тяжелой атлетики. И в тяжелой атлетике, как нигде, может быть, требуется управлять своим состоянием. Потому что если ты, ну, как сказать, не заведешь себя на помосте, то не поднимешь штангу там 150-200 килограмм или там больше, понимаете. Потому что, по своему опыту могу сказать, было наработано мною в результате таких вот тренировок длительных, многолетних, определенное состояние, при котором я мог поднимать большие веса 200 килограмм. Когда я в такое состояние не входил, мне поднимать большой вес было архи-сложно. Это тяжелейшее переживание. А когда вот входишь в такое состояние, ты поднимаешь легко, и ты не чувствуешь, как бы, вес тяжелейной штанги. Может быть, и это послужило. Может быть, другое, что мой первый учитель, он был физиолог, собственно говоря, он ныне здравствующий физиолог. Мы с ним занимались физиологией и занимались психфизиологией. Может быть, то, что я начал заниматься в лаборатории Писахова, Михаила Мироновича, вот это психфизиология и состояние. Может, то, что мой первый руководитель научный, профессор Немчин из Санкт-Петербургского университета, он бы занимался стрессом. Я диссертацией начал писать по стрессу, понимаете. Вот как-то все это перетекло туда. Поэтому вот... Ну, может, то, что я сам не умею до конца управлять состояниями, это тоже влияет, потому что, если бы знал, что это такое, то бы не исследовал до конца, не занимался бы исследованиями, понимаете. Если ты это знаешь, что тебе не интересно. А если ты не знаешь, что тебе интересно, так ведь? Да, поэтому я бы так, наверное, ответил. Ну, а что касается выбора направлений исследований, я вспоминаю моего второго учителя, профессора Ганзина Владимира Александровича. Как-то я ему задал такой вопрос. Владимир Александрович, вот говорю, очень много методик, тестов по изучению способностей. Как вы считаете, какие самые лучшие? Он сказал, знаешь, Саша, способность у тебя там, где тебе очень легко удается. Вот то, что тебе легко удается, там ты в этом способен. Без всяких тестов. Вот что вам легко удается, вот это вот в этой области можете себя и развивать. Так уж, просто говоря. Спасибо. Добрый день. Я бы хотел поинтересоваться. Множество ваших исследований основывается на различного рода тестах, субъективных оценках и мнении человека о самом себе. Поскольку мы, как психологи, знаем, что это не всегда на самом деле является правдивым каким-то, на самом деле актуальным. Не приврал ли сам себе человек, не приврал ли вам человек. Были ли у вас какие-либо исследования и так далее и тому подобное, которые касались именно техники и аппаратуры? Я не имею в виду то, что вы говорите вначале, я имею в виду то, что конкретно здесь сейчас. Потому что, насколько я знаю, сейчас с техникой вы практически не взаимодействуете. То есть снимать показания с глубокой коры нас, конечно, никто не позволит, потому что нужно электрод вводить. Но хотя бы даже банальная шапочка ЕГЭ, она тоже вроде не особо эффективна. Есть ли у вас какие-нибудь подвижки? Планируете ли вы с другими институтами, университетами как-нибудь изучать этот вопрос? Потому что субъективные тесты – это хорошо, но конкретно физиологические показатели, конкретные изменения, которые ты можешь увидеть на дисплее, на мониторе, а не которые тебе говорят словами, я думаю, гораздо более эффективны. Есть ли у вас что-нибудь в дальнейших планах такое? Это вопрос чрезвычайно сложной методы исследования. Я вам расскажу следующее. Вот к нам приезжал очень известный немецкий психолог, декан, завкафедрой он сейчас, у них там каждые два года меняются новые деканы, Лепестского университета, то есть лаборатории, то есть того университета, где работал Вунд, и фактически он и заведует этой же кафедрой и этой же лабораторией. Когда мы с ним обсуждали энцефалографию и другие методики, он согласился со мной, что это дым от костра. По дыму от костра трудно понять, что же, собственно, горело там. Можем предполагать, что горело это, а не горело то. Но это метафоры. Я, первая диссертация у меня была по психфизиологии. Я занимался психфизиологией, и, собственно, кандидатская диссертация была по психфизиологии. Видите ли, в чем дело? Вот параметры, которые мы снимаем физиологические, они отражают просто уровень активации человека, уровень его активности. Высокая частота сердечных сокращений, падение кожно-гальванической реакции, тремор, пульс и так далее, и так далее. Всякие параметры, которые мы снимаем. И получается так, что при одних и тех же высоких, например, показателей, скажем, вот, физиологических, состояния могут быть самые разные. Я столкнулся с тем, что негодование, например, как состояние, и воодушевление имеют одинаковые параметры. Различия между ними проходят не по физиологическим параметрам, а по субъективным. Понимаете, какая штука. Возникает так, что отсюда как бы следствие такое, что мы, исследуя субъективные характеристики, все остальные показатели, они являются подкрепляющими. Это и физиологические параметры, и поведенческие параметры, понимаете. То есть субъективное описание, оно такое же объективно, как и физиологические параметры. Если мы отрицаем субъективное, ну, мы тогда фактически отрицаем и сознание, понимаете. Сознание, да. Наличие сознания еще не подтверждено. Да, да. Не подтверждено, ну, ладно, хорошо. Да, мы отрицаем сознание, да. Понимаете, какая вещь. Это очень интересный аспект. И поэтому, исходя из этого, мы на передний план ставим все-таки те параметры, которые относятся к субъективным. Далее, есть другой момент, который снимает вот эти вот вопросы, связанные с тем, что обманывает человек, не обманывает. Ведь плохих, хороших состояний нет. Понимаете, это же не оценка тебя на экзамене, где ты можешь, так сказать, извернуться и все прочее. Понимаете, нет ни плохих, ни хороших состояний – твоя данность. Ну, такое сейчас, понимаете. Вопрос в том, что адекватно ли она этой ситуации. Или нет. На экзамене лучше быть сосредоточенным, чем апатичным. Нужно быть, скажем, уверенным в себе, чем, так сказать, расслабленным и, скажем, неуверенным. И так далее. Понимаете. Поэтому здесь этого нет. Здесь не надо скрывать свой уровень интеллекта и все прочее. Понимаете. Это один аспект. Другой аспект – работает закон больших чисел. Исследование, которое проводится, которое связано с получением какой-то качественных сторон, имеет количественные показатели. Мы проводим обследование большого числа людей. И вот закон больших чисел дает возможность показать, что вот это вот и есть ядро того или иного состояния. Понимаете. На самом деле, проблема, конечно, актуальная. К сожалению, так сказать. Ну и, естественно, так сказать, пока коррелят особых мы не обнаружили, понимаете, всего этого дела. Но планируем, посмотрим, что как дальше будет развиваться исследование, понимаете. Ну и такой тогда уже более вопрос с надеждой на какой-то оптимизм. У нас данная тематика очень широко распространена именно в странах России и СНГ. То есть у нас эта тематика известна, широко распространена и пользуется даже популярностью, что очень радует. А что вы можете сказать о том, как коллеги, так сказать, с проклятого Запада относятся к этому? Ну, я утрирую. То есть наши товарищи, скажем, из-за бугра, есть ли у них какие-нибудь идеи по этому поводу? Как они к этому относятся? Интересуются ли? Очень интересно. Понимаете, очень любопытная вещь. Мы разрабатываем как будто целостные методологические оформленные исследования. А на Западе они прикладные. Четко прикладное исследование. Разница здесь в том, что они очень приложены к чему-то. Вот за это деньги заплатили, мы и делаем это. А разработок, как бы я сказал так, теоретических разработок, создания концептуальных баз, на которых базируется все, этого, к сожалению, нет. Понимаете? И поэтому я хочу сказать, что то, что делается в Казани, это фактически уникально. Первый учебник здесь, первый учебник создан, первый практикум фактически, так сказать. Этого нет. Есть отдельные методики, изучение тревоги на Западе, то-то, то-то. А вот так, чтобы целостно, как мы здесь работаем, этого нет. И поэтому то, что делается у нас в Казани, оно, я бы сказал, уникально в плане, так сказать, отечественной и зарубежной науки. Понимаете, какая вещь. Ну и вот, ну, разли, как бы, так сказать, для западных исследований характерно рассматривание как колодец. Вот он, колодец или копает он, и все, больше ничего. А мы копаем широко, у нас как бы угольный разрез большой, знаете, да, так сказать, который значительно шире. И я не забуду, я учился, скажем, у него друг, американец, учился у него современным методом, ну, в общем, коррекции, нейролингвистическому программированию, скажем, там, эрико-синянском, гипнозу и так далее, так далее. И когда он меня спросил, а что такое аутогенная тренировка, я вообще поразился, он не знал это об этом, занимается только этим, понимаете. И я ему рассказывал о аутогенной тренировке, например, то есть было для него открытием, что такое. Он удивился, что я этим владею, а что особенно у нас, говорю, все психологи больше знают. И когда вот вы сталкиваетесь вот с учеными, скажем, Запада, они вот в узкой области специалисты. Даже, я вам скажу, приведу такой пример. Лет 5-7 назад на Ананевских чтениях в Петербурге приехало человек 25 американцев, из какого-то форта военного. Все психологи руководили два военных полковника. Полковник, кто это самый главный из команды, стал и говорит, вы знаете, вот у нас, мы, любая аппаратура закажу, он будет завтра же. Вот, скажем, прибор надо мне, заказал, завтра он у меня будет. Но мы совершенно не знаем, а что с этим делать, понимаете. То есть мы приехали сюда послушать теорию, чтобы как-то набраться теорию, прямо, говорит, чтобы понимать, для чего, собственно говоря. Я помню, там доклады были Виктора Михайловича Валахвердова, так там совершенно, скажем, вот такая ситуация, понимаете. И когда вы столкнетесь, будете поближе, скажем, контактировать с учеными, вы увидите, что да, это так вот. Или, скажем, вот к нам, не буду говорить, потому что профессор переезжал, американец, читал тут лекции. Некоторые наши студенты и преподаватели сходили, говорят, ничего, ну, у нас это все то же самое. Как-то вот нет, на Западе не знают наши исследования хорошо. Только Выгодского одного знают, поэтому. Я помню, американец, один профессор просил, чтобы я ему книги по Выгодскому переводы прислал. Потому что у нас появились школы по изучению Выгодского, понимаете, вот такая вещь. Поэтому мы обогащаемся за счет прикладных исследований, которые они глубоко проводят. Они обогащаются за счет наших разработок. И я думаю, что этот процесс такой обоюдный, интересный. И, знаете, было очень интересно, скажем, так сказать, вот, общение с иностранными специалистами. Тут, знаете, так-то, как бы, каналы такие взаимные. Спасибо за ваш ответ. Ну, еще напоследок. Что бы Вы пожелали тем студентам, которые хотят изучать этот вопрос? Я хочу сказать, что ничего не бойтесь. Идите вперед. Все у вас получится. Все тревоги преодолимы. Страхи тоже, так сказать. Поставьте цель отдаленную, но принципиально достижимую. Она будет интегрировать ваши душевные силы на ее достижения. И все у вас получится. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok